МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомель, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. У центра уваги, ахова и оплата працы. Специалисты Гомельского областного объединения профсоюза провели промыть телефонные линии. Да помогши бизнесу, это дальнобашно. В регионах начала реализация указа по потребности экономики. Лето уже совсем худко, у Гомеля открыли сезон фонтанов. А зараз об этом иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншовал саушенников со святом працы. Поведомили белта у пресс-службы керавника державы. Александр Лукашенко означал, что 1 мая символизует солидарность працуных, стирая межи помеж краинами и поколениями. Для жахару Беларуси створальная праца народной земли под мирным небом зауседы была и застается наивеликшей каштонностью. У нашей краине пашаны и удяженности заслуговывают все праценные коллективы, ветераны працы, молодые специалисты, кожных, кто носит свой уклад на огульную корысть, робит айчину богатейшей и пригожейшей, говорится в Веншаванне. Президент подкреслил, что в Беларуси створаются будущую на принципах социальной справедливости, безмежной поваги до небояковых и талиновитых профессионалов, которые нешкодующие сил готовы вырешить самые складанные задачи, что стоят перед державой, и оборонить наш народ от любых напастей. Разом мы справимся с усими выкликами часа, уполненных керавник державы. Все лето 1 мая проходит без митингов и шестей. Федерация профсоюзов Беларуси поведомляет, что это сделано для того, чтобы не пагаршать эпидемичную ситуацию. Старшиня ФПБ Михаил Орда лечит это одним правильным решением. Однако свою головную миссию – оборону правоупрационных организация протягивает выполнять в штуденном режиме. Специалисты Гомельского областного объединения профсоюза напереды дни провели промы и телефонные линии. Сярод наибольше актуальных пытаний у работа во умовах эпидемичной ситуации, аховы и оплата працы. За улучшенными проблемами ознайомилися наши корреспонденты. Пытания аховы працы для профсоюзов актуальными были зауседы. И гэты год не выключэння. Темболь, что сёлята на вытворчасті у Гомельской області уже загинули 4 человеки, и еще 20 отримали тяжкие травмы. Правда, на гэты раз размова не только об ситуации на предприемствах. На правую линию поступило некольки звонков от медиков с одним пытаннём. Ці можно лишить профессийным захворваннен на коронавірус, калі оно отримано от хворых пацієнтов. Это, в соответствии с законодательством, будет профессиональное заболевание. И, естественно, все мы защищены законодательством и обязательным страхованием от несчастных случаев на производстве профзаболеваний. Этот случай будет страховой. И Белгострах, соответственно, будет проводить выплаты. И у прасяг темы звонок от работника гандлёвой сетки. Кто повинен набывать сродки индивидуальной обороны? Сам работник за уласные сродки – тієго наймальник. В распорядок трудового дня введено масочный режим. И подпись директора, и соответствующий приказ официальный. Следовательно, значит, если это введено приказом нанимателя, наниматель обязан за деньги предприятия, не ваши лично, приобрести маски и выдать работникам. Специализация загадчика отдела социального партнёрства и працовных относина у Максима Серапкова – коллективные договоры. Нельзя сказать, что они часто порушаются, але и шмат выпадков, коли гэтые документы не проведены у адповедность с новым працовным кодексом. Сярод наибольшь распаусюдженных ситуаций – погаршение умов працы на кшталт переводу на неполный працовный день с адповедным сменшением зарплаты. Профсоюзные специалисты звертают увагу – работник повинен быть попереджен об этом не позднейшим за месяц. Именно за месяц, чтобы, если вы хотите человека отправить за свой счёт домой, либо уменьшить ему заработную плату, либо убрать премию, то вы об этом предупредите за месяц. И человек, если уже дает свою согласие, работник, то всё согласно закону должно быть. Як заховать працовное место? Як працову латковаться? И что робить, коли наймальник не предоставляя продугледженный отповедным графиком працовный в отпуск? Пытанием шмат, причем по некоторых огученных фактах профсоюзы мают с намер провести проверки. Вядомо казать, что ситуация на всех предприемствах по трабою повышенной уваги нельга. На прыглад незаконных завольнений у Апошнича стало на шмат меньше. Это показывает судебная практика по всей республике. Данной статистикой с нами делилась судебные органы. И всё меньше незаконных увольнений, потому что незаконные увольнения – это уже грубейшее нарушение законодательства о труде. Олег Синцюров, Миколай Скинсиан, Валера Гапанько, телерадоя компания «Гомель». У «Гомеля» открылся сезон фонтанов. Чекается, что он протягнется до кострышника. У 10 годин ранницы специалисты «Гомеля» водоканала включили усе 10 городских фонтанов. На протягу месяца их обследовали, чистили и наладживали обсталявания. В связи со складанной эпидемичной ситуацией, всё лето подчас уключения вы решили отмовиться от проведения традиционных забавляльных мероприемствов. Сярод самых любимых у «Гомельчан» – фонтан «Коля цирка». И он был открыт после масштабной реконструкции 9 мая 2006 года. В уголе «Гомельские фонтаны» не только выратовывают горожан нацпякоты, а и упрыгоживают город. Разом с тем, специалисты «Гомеля» водоканала звертаются до отпочивающих с просьбой заховывать парадок. На жаль, нередкие выпадки, когда в воду трапляют разные вещи, что может привести не только до погаршения и стану аллей поломки обсталевания. Мы предупреждаем, чтобы родители следили за детьми, для того, чтобы дети не лазили в фонтан, не нарушали оборудование. Всё оно налаживается, всё оно устанавливается, для того, чтобы все посетители увидели ту картинку, которую мы хотели донести. Для того, чтобы эта красота порадовала не только первых посетителей, но и тех, которые будут приходить в дальнейшем. Для интереса, если кому-то, все фонтаны наполняются питьевой водой изначально. Потом в процессе она циркулирует, ну и по мере необходимости мы её меняем. У Беларуси с сегодняшнего дня вырос по мере детящих допомог, социальных пенсий, надбавок и повышения, а так само доплат пенсионерам. Это связано с изменением бюджету прожиточного минимума. В ближайшие три месяца он будет складать 246 рублёв 78 копеек. Сумма одноразовой допомоги при народжении первого дитя зараз омаль 2470 рублёв. При народжении другого и наступных прикладно 3450. Допомога семьям на детей в возрасте от 3 до 18 годов в период выхования детей в возрасте до 3 годов половы БПМ. Нагадаем, державная допомога семьям, которые выховывают детей в возрасте до 3 годов, пералишивается двойший год с 1 лютого и с 1 жнивня. Зараз денежутся наступные померы этих выплат. На первое дитя коля 405 рублёв, на другого и наступных приблизно 465. На дитя инвалида прикладно 520. Допомогшие кампаниям особных галин экономики, які найбольше потерпели от пандемии коронавіруса. Александр Лукашенко подписал указ номер 143, «Потрымцы экономики». В перолику вошли опрацовчая промысловость, вытворшись текстильных выработок и оденья, оптовый и розничный гандаль, авиаперевозки, фитнес-центры, салоны прогожостки, цырульные, рестораны, бары, туристичные кампании. Марина Джалая с подробностями. Зараз мясцовые улады мают право дать кампаниям с потерпелых сфер податковые каникулы с 1-го красавика по 30-го вересня. Выплата от терминованных платежов податкового кредиту будет житявляться что месяц ровными долями с 1-го костричника по 31-го снежня. Причим проценты за корыстание терминовкой податковым кредитом наличваться не будут. Так само уводятся арендные каникулы, мараторы на повеличение базовой арендной величины и арендной платы. Как вы оцениваете новый указ, его эффективность и насколько это то, чего ждал бизнес и экономика в целом? Указом президента Республики Беларусь номер 143 о поддержке экономики предусмотрены меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, которые наиболее подвержены неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определен в приложении к указу. Мы видим, что в основном это сфера услуг. Вообще 143 указ – это комплексный документ, которым предусмотрен пакет мер в части арендных, трудовых отношений, сферы энергетики, учетной политики в части курсовых разниц. Указом также предусмотрена поддержка системы здравоохранения. В Гомельской области на сегодняшний день принимаются меры по реализации данного указа. Улады рекомендуют юридичным особам и индивидуальным предпринимальникам предоставлять арендаторам, субъектам господарения, зуликам объема их выручки, оттерминовку по оплате аренды, а так само заменшать ее по мер. Индивидуальные предпринимальники могут так само перейти на иншие режимы податка обкладания и переразлик одинаков податку в связи с часовым нежитявлением ими деятельности. В указе главы государства номер 143, опять же, для субъектов предпринимательской деятельности предоставлено ряд преференций. Мы должны говорить о том, что основной целью этих преференций является высвобождение оборотных средств, которыми предприятия могут руководствоваться и использовать свои деятельности. Так, например, в пункте 2.4 для определенной категории платежщиков сокращены сроки возврата зачета превышения налоговых вычетов на дошительную сумму налога на добавленную стоимость. И срок возврата сокращен до 16 рабочих дней. Если раньше налоговый орган проводил зачеты и потом возврат в течение 30 и 5 рабочих дней, соответственно, то сейчас это 10 рабочих дней и 5 рабочих дней. 16 дней. На 16 дней платежщики раньше получат денежные средства из бюджета, которые подлежат им возврату. Еще одним источником сохранения оборотных средств для платежщиков является право на формирование затрат, относить в затраты те средства санитарно-эпидемиологические, которые они покупают для предотвращения вот этих негативных последствий на экономике, которая сказывается с COVID-19. Каб заховать занятость и повялищить проционную мобильность, скороченный минимальный термин попереджения работников об измене наймальникам истотных умов працы, причем без помяншения по мерам ее оплаты. Указом предугледживается и широк других норм и положений, которые позволят подтримать работу субъектов господарения и заховать прационные коллективы в умовах заморожения экономической активности. Неглядячи на объемный комплекс мер подтримки, размещенные в указе номер 143, приватный бизнес Агуршва и другие пропановы, которые могли бы утримать на пливу этот сектор экономики. «Основные вопросы, это отсрочка по налоговым платежам, потому что налоги платятся еще за период январь-февраль-мар, допустим, за первый квартал у кого-то, если бы прощенка, да, а их заплатить вот надо сейчас. В отсутствии денег просто налоговый выставляет это все на просрочку. Поэтому вот этот вот вопрос рассмотреть. То, что касается банковских вопросов, да, это помимо отсрочек, может быть, банки все-таки немножко тоже пересмотрят, потому что в адрес общепита говорят, да, пересмотрите свои прибыли, да, пускай и банки тоже пересмотрят, да, они берут, допустим, депозиты под какой-то минимальный процент, тем более сейчас вот и глава государства говорит, что иностранная помощь тоже будет предоставлена, там вообще более низкие, допустим, там какие-то депозитные ставки. Соответственно, как-то умешивать, может быть, проценты по заиспользованию кредитов, процентного платежа, потому что они ни в какие рассрочки не попадают, их надо платить все равно каждый месяц. Ну, вот это то, что разговаривали мы по электроэнергии, тоже надо как-то рассмотреть, наверное, арендное положение, ну, то, что ранее обсуждалось, эти вопросы мы озвучили еще раз, ну, и надеюсь, что это, наверное, будет принято какое-то положительное решение, в конце концов. Самое важное сегодня – заховать в прационные места. Для этого, дарыши, рост зарплаты отвязали от продукционности працы у реальным секторе. И еще одна становшая новина. Социальный блок, окрямя антикризисных мер, смешанных в первом пакете, будет дополнен в другом. Ховорка идет, например, про допомогу працевладкования и поддержку рублем тех, кто вымушен и працевать неполный день. Марина Джалая, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомель». Белорусский яблок «Что год» – девиз, яким кируется в своей праце Владимир Мяшерский, фермер с 20-ти годовым стажем. На кольки это отримывается и как в уголе побудовать поспеховый бизнес на земле, доведался Дмитрий Котов. Садоводництвом Владимир Мяшерский ущельную почал займаться после того, как вышел на пенсию. Больше за 20 годов и он отпрацевал летчиком. Кажа, облетел полову земного шара. Поветранная техника дозволила убачить технологичную процовку садов в украинах Европы и Африки. Владимир Мяшерский все уважливо вывучал, а потом выросшил новые веды, почать применять уже на Гомельской земле. В Египте работал, работал в Европе, Польша, Чехия. Потом, значит, мы в основном Сибирь, Восток, Средняя Азия очень много работали, Туркмения, Казахстан. По Волжье все практически облетали. До Урала нет места, где не был наш вертолет. Обрабатывали сельскохозяйственные угодья, поля, сады. Работали против вредителей. Поэтому там познакомился с линейкой химикатов, с линейкой удобрений. Починалось все больше за 20 годов тому со старого фруктового саду, площадь 18 гектаров. Первый добрый урожай был отриман только про 6 годов. Долгий час потребовалось выдатковать на подбор якостных уродливых гатунков. Это метод проб и ошибок, потому что яблони – это такое растение, что оно не везде дает те результаты, которые описаны в литературе. Поэтому это все нужно пробовать. Посадили 5 гектар 20 сортами. Из 20 сортов 15 забарковали. Из 5 сортов мы делаем дальше продолжение. Закладываем опять 5 гектар. Параллельно подкупаем какой-то новый сорт. И его начинаем культивировать. И таким образом мы вышли на ту линейку сортов, которые они у нас хорошо произрастают. Хорошо обслуживаем мы их, имеем технологическую карту. И хорошо реализуются. У Вогули за год отримывается около 1200 тонн продукции. 90% реализуются на внутреннем рынке. З их только пятая частка – прасгандлевые сетки. Остатняя накеровывается у комбинаты школьного харчевания, дошкольные установы, санаторий и профилакторий. Как увеличить уроджайность в будущем, два года тому для освоения фермеру был выделен новый участок. Сегодня завершается его уладкование. И уже в худшем часе на это место будут квятнеть сады. Данный участок, это практически 90% было неудобицы. Если вы сейчас видите, то за 2-3 дня мы практически выкосили траву, убрали всю сорную растительность, кучу есть, вы видите, да. Облагораживаем землю, сделали уже 15 гектар пахоты. Эта пахотная земля будет использована для закладки сада осенью этого года. Осенью мы где-то 15 тысяч деревьев здесь посадим. Зараз фермерская господарка размещена на 85 гектарах. Владимир Мяшерский означает, опрацованная технология дозволяет что год освоивать новые площади. Приблизно до 30 гектаров. Головная задача на будущее – забеспечение внутреннего рынка айчинными яблоками каждый месяц. Зараз она выконано больше, как на 90%. Наш девиз – яблоко белорусское круглый год. Вот еще цель наша не достигнута. У нас в мае заканчивается яблоко, а в июне начинается. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Завтра жихары нашего региона могут звернуться по телефону до представников мясовой улады. У гомельскими облываконками на питание громадян откажет наместник-старшине Андрей Конюшка. Телефон для совести – 33-12-37. В этот час про мои звонки будет первый наместник-старшине Гомельска Гагарвы Конкама Александр Германов. Номер телефона – 33-09-59. Про мои линии, как извышально, працуют с 9 до 12 годин. В улице Героев. Напереды дни 75-го года Великой Перамоги мы вспоминаем имены тех, кто змагался за незалежность краины под час Великой Отчинной войны. В сторонке життя гонорового грамадянина Гомеля, герой Советского Союза Ивана Фядюнинского. У наступном материале. Да ужиню ледь больше за километр. На повношной ускрайне города знаходится в улице Фядюнинского. Яна добра вядома аутоаматорам, навыковцам и предпринимальникам. Миновиты на Фядюнинского. Размешана областная дзержа аутоинспекция, технопарк и администрация свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. А что вядома об самим Иване Фядюнинским? Иван Иванович Фядюнинский, военачальник уже к моменту освобождения города Гомеля вполне сложившийся. Герой Советского Союза. Кстати, герой Советского Союза удостоен за бои на Холхенголе в Монголии. Он не только герой Советского Союза, но и герой Монгольской Народной Республики. В 1941 году помог отстоять Ленинград Жукову, когда произошли кадровые перестановки. Он был замкомандующий Ленинградским фронтом. А к моменту освобождения города Гомеля он командующий 11-й армией. Сначала замкомандующего Брянским фронтом, ну и затем командующий 11-й армией. И, собственно говоря, вот в этом ранге он утром 26 ноября 43-го года один из первых генералов, который вступил на Гомельскую землю. У вечера 25-го листопада советские войски с трех боков подошли до Гомеля. Пагроза окружения примусила ворога у ночи пачать отвод своих войсков. Ранницей наступного дня у Гомель ввышли части 217-й и 96-й стралковой дивизии. А начасово с пауднева усходнега напрамку у городу вступили части 7-й и 102-й стралковых дивизий. Его называли мастером молниеносных ударов, то есть он внезапно появлялся, его войска преодолевали значительное расстояние, ну и, собственно говоря, вот он снискал такое звание мастером молниеносных ударов. В общем-то, достаточно интересный военачальник, по своим качествам очень награжден. Четыре ордена Ленина, помимо, так сказать, звезд, героев Советского Союза и Монголии. Пять Красного Знамени, два ордена Суворова, два ордена Кутузова, Красной Звезды, ну и за службу Родине в вооруженных силах. Вот, яркая такая интересная личность. На кадрах с тушки мы бачим, як саперы доследують центральная в улице Гомеля. Фашисты добрано шпягавали город пяхотными и супрастанковыми минами. А ось на гэтых кадрах генерал Иван Федюненский сустракается с гемельчанами. Просто, по-братырски, размовляють про будущее мирное життё. Вот так просто жихары сустракали командующего 11-й армии в осенью 43-го на улице Советской города над Сожем. Зараз герой Советского Союза Иван Федюненский – гоноровый грамадянин Гомеля. А пошня годы своего життя Иван Федюненский провел у Москве. Павел Михно, Александр Харлампов, Телерады Акомпания «Гомель». С завтрашнего дня в Беларуси начинается регистрация на ЦТ. Заявы абитуриенты будут отправлять по электронной почте. Схема регистрации все лето изменяется в связи с эпидемиологичной ситуацией. Абитуриент подает заяву на свой выбор на одной из державных мов Беларуси. Форма размешана на сайте Республиканского Института контролю ведов. И она должна быть заполнена в электронном выгляде в соответствии с потребованиями инструкции и дослана с особистого электронного адреса абитуриента вперед с 2 мая по 1 червя на адрес электронной почты одного с пункта регистрации. Всю подробную информацию можно отримать в интернете. Выстава Гомельского мостока Геннадия Говара представлена в Палаце Румянцевых и Паскевича. Она промеркована до особистого святоаутера 75-го года. В экспозиции больше за 20 живописных и графичных творов. Енаць Говар одногодок великой перемоги. Он народился 23-го саковика 45-го года в Жлобине. Скончил мостатское вышилище в Каунасе и был накированный на працу на Гомельский комбинат мостатства. Зараз является членом Беларусского союза мостаков и союза письменников Беларуси. Енаць Говар – автор широкого выданья и коллективных сборников, лауреат литературных премий. Переплетение выявленной и поэтичной мовы его творчества стало основой створенных полотнов. Графичные и живописные работы автора представлены в музеях и приватных коллекциях в Беларуси и за ее межами. Я всю жизнь творческим творчеством занимаюсь и не только в изобразительном искусстве, но и в поэзии, изобретательстве. Я человек творческий, но самое интересное, что идеи приходят именно за мольбертом, когда я пишу картину. Спокойно, никто не мешает, я где-то там витаю. И вдруг раз какая-то мысль параллельно входит. У меня на этот случай есть листочки и тут же карандаш я записал. Янадь Говар протягивает творить и вести активную громадскую деятельность. Так, в 2017 году он организовал пленэр Гомельская полиция, в котором принимают удел мастаки, прозаики и поэты. Подобные встречи стали постоянными и дают махшимость творчим людям наведывать малявнейшие мясцыны в разные поры года, а потом делать справоздачи, прозвыставы этюдов и публикации. Это и другие новины. Информацию о проектах Толярадо-компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова